Все здесь, у нас тут скромненько, довольно плотненько Вот бабушка Так, ну что Вот, 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 лаком Это уже третий звонок Нельзя в ход зрительный ждал С родственником питания А также с собаками Время, время И доесть всю еду Все, Олег, давай начинай Достаю, начинай, а то что я могу сделать Итак Оль, начинай два раза Не старай, начинай играть А свет, начинай, начинай играть со светом Давай, я даже слуху аппарат Так, 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 Робин, Робин Робин, давай А то и так невозможно Багет, беги сюда, беги Багет, давай Багет, вот сюда, милый, молодец Так, так Что там? Нет, Робин пока не надо Она два раза будет играть Это там все собрались? А вы увеличили карьеру? Думаю, кто там учился? То, что машина осел Так Так Ну что ж Мы начинаем наш спектакль Несмотря на то, что некоторые Все еще вроде бы не понятны Спектакль будет, я надеюсь, что интересный Там будет какая-то история Про принца Впрочем Вы сейчас сами Скоро все узнаете Итак Мы начинаем Один принц очень любил плавать по морям и океанам на своем чудесном корабле Еще он очень любил музыку У него была маленькая скрипка, на которой он играл чудесные мелодии Когда он начинал играть, то моря, океаны, чайки и подводные жители Казалось, что подпевали его замечательные мелодии И вдруг, однажды, случился шторм Случился шторм Корабль носил из стороны в сторону Палубу заклестывали волны Лакея мучила морская болезнь Вдруг борт корабля летел на подводные скалы В трюм хлынула вода Из рук принца выпала его любимая скрипка В трюм борт откройте, откройте борт корабля Ну мы открыли Корабль начал тонуть Но, к счастью, недалеко виднелась земля Кое-как вся команда добралась до берега и решила переждать ночь на острове Пришлось матросам чинить корабль, чтобы отправиться дальше в плавание Но принц отказался ехать дальше без своей скрипки Ведь в ней лежал волшебный перстень для его любимых сестренки Которая жила очень далеко от его королевства Как только корабль был готов, все двинались в путь на поиски волшебного перстня Море было гладкое Все было хорошо В небе кричали чайки Вокруг корабля плавали рыбы Уже был поздний вечер Как вдруг они увидели огонек Свечка, свечка, свечки нет Ладно, ладно Это что? Знаете, надо сказать, что маяки в давние времена Они показывали путь Но не всегда это был маяк Наверное, это был просто огонь Наверное, это было непонятно что И в данном случае Федя читает следующую фразу Принц и его команда направились к пылающему гоньку Еще из-за река принц услышал пыль отцовую песню Федя, иди туда Так Включите нам свет там по-долго Нет, вот этот задний, задний свет нам туда Давай Кираты Сидели у костра И пели песню Говорят по-долго Как выносят на землях Дайте, что легаты в руки Погадайте короля Ой-ля-ля, ой-ля-ля Погадайте короля Ой-ля-ля, ой-ля-ля Ля-па Кто может подпевать? За традальная дорога Выпадает королю У него деньжал так много А я денежки люблю Ой-лю-лю, ой-лю-лю А я денежки люблю Ой-ля-лю-лю, ой-лю-лю Как мама Федя, успели мы? Прекрасно Принц Макар Принц подплыл немного поближе Его внимание привлек какой-то предмет Который лежал в куче стружек для росток Как только принц приблизился Еще немного То узнал свою чудесную скрипку Принц решил переодеться в дряхнуло старикашку И взять у пиратов свою скрипку Так он и сделал Принц подошел к пиратам, сидящим у костра И сказал Здравствуйте, добрые люди Привет, старикан Зачем пожаловал? Сказал один из пиратов Видите ли, я очень люблю музыку А я видела во скучной ростокке Прекрасную скрипку Что правда, то правда Валялась у нас где-то эта скрипучка Вынесла ее на берег А мы музыкой не увлекаемся Вот и решили для ростокки взять Принц подвул Как хорошо, что пираты не заметили перстни внутри скрипки И чуть ли не вскричал от радости Но вовремя опомнился О, добрый человек, я могу отдать все Только отдайте мне, пожалуйста, эту маленькую чудесную скрипку Чуть ли не прокричал тринц Хорошо, сказал пиратам Только за это ты, старикан, должен нам поймать до завтрашнего дня рыбу Которой хватит нам на весь, на целую неделю Если тебе интересно, у нас 36 человек Я согласен Принц, принц Только вот в чем беда У меня нет удочки Ничего Удочку мы тебе дадим И руками же тебе кита ловить Принц взял удочку И отправился рыбачить Уже светало Принцу уже казалось, что это бесполезно Что не увидит он никогда ни его любимую скрипку Ни волшебного пьесы Как вдруг возле удочки перескользило что-то очень большое Принц подождал, когда рыба подвоил поближе и вытащил ее на берег Рыба была огромная В величину самого принца Пираты еще спали И принц решил немножко вздремнуть Разбудили принца громкие крики Принц открыл глаза и увидел, что вокруг его вчерашней рыбы толпятся разбойники Как только принц открыл глаза Пираты подняли его на руки и сказали Держи, старикашка, тебе эту скрипучку За то, что ты поймал нам такую рыбину Спасибо вам, добрые люди Сказал принц и пошел к своему кораблю 37 команды поплыли к замку его сестренки Как только корабль причалил к берегу Принц спрыгнул с корабля и побежал навстречу своей любимой сестренке Принц и его маленькая сестренка обнились и стали разговаривать Здравствуй, дорогая моя сестрица Здравствуй, дорогой братец Позволь надеть тебе на палец вот этот терзень Ах, какая прелесть! Большое спасибо, мой дорогой братец Принц и принцессы на праздничке обхода в замок Там их ждал король Здравствуй, дорогой отец Здравствуй, сынок Приглашаю тебя на пир в честь дня рождения твоей сестренки Большое спасибо, папочка Но принц и принцессы не хотели сидеть неподвижно на стульях и всем фальшиво улыбаться Им хотелось пойти в лес, на поляну и поиграть там на скрипках И поэтому они воспользовались персием, незаметно для окружающих, очутились на поляне Принц и принцессы сели на пеньки и стали играть Со всех сторон сбежали слезные звери И стали слушать их зачарованную музыку Браво! Продолжение следует... Дobody you, as a for the record Мы выходим Пожалуйста, выходим Сколько тут был? Аптор сценария Маруси Говорит, как вы рули, право! Читал? Браво! Филь не читал, филь не читал Показали Марутия, что не играла на музыкальном и их инструментах. Дело в том, что все музыкальные инструменты были. Вырезал фигуру, Олег. Это главное. Рисовала я. Вы вообще не правильно снимаете? Самое интересное. Никто не умеет выключать. Кто хочет, может фигурки подвинуть. Дети, если вы хотите посмотреть фигурки, если хотите сами показать, мы вам с удовольствием все это покажем. Кто хочет, кто хочет, тем. Давайте, идите сюда. Идите сюда, что, кто будет показывать.